Ну что? Мы в Париже. Сейчас. Не наиграно? Наиграно. Я просто очень сильно рада. Мы устали, потому что я была без сна всю ночь. Мы выехали из дома в 10 вечера, и в Париже были где-то в 2 часа дня. Всё это время мы допирались сюда. Я особо ничего не снимала. У нас был один стыковочный рейс. Мы летели до Турции, и после уже до Франции, до Парижа. Сегодня у нас такой день просто разгоночный, базовый, потому что полдня мы просто откисались, заселялись в номер. Сегодня был дождь, и я сначала расстроилась, но сейчас мы ходим, и город, знаете, такой с лужами. При этом вышло солнце, и оно так бликует красиво. Мне так нравится. Я просто в восторге. Единственная проблема у нас сейчас, что я, в общем, хотела свой день рождения встретить в каком-то ресторане с видом на башню. Простите за банальность, но была такая мечта небольшая. И выяснилось, что ничего невозможно забронировать, всё занято, нигде нет столиков. Когда я сказала в отеле, администратору отеля, что я хочу праздновать день рождения там в одном ресторане, самом таком популярном, он начал смеяться и говорить, «О, ты что, бронирование за месяц!» А мы не знали об этом, потому что на сайте это было не указано, и там было написано, что бронирование открывается за неделю. В общем, этот вопрос пока нерешённый, но я наслаждаюсь просто улицами и видом. А на остальные дни Игорь расписал целую программу с маршрутом. Что-то скажешь? Расписал. Ну, здесь очень красиво. Сели просто в какое-то локальное место. Вот Игорь тут сидит. Нам налили шампань и ждём сырную тарелку. «Сан-Нектар» и «Томо флэр». «Флэр» означает «флэр». В французском, как вы видите, крючка сделана из флэр. И это часть, которая дает большую вкусу к чесу. Мюй-Мю нервно курит в сторонке. good morning в Париже день 2 у нас сегодня насыщенная программа нам садам туда мы идем в два музея и вечером наконец идем увидеть башню потому что вчера мы решили в общем не мешать все вместе и оставить это напоследок на второй день сейчас мы идем в музей Де Оранжери он находится в садах Тюльяри я уже вижу башню я не хотела ее видеть ладно, сегодня уже можно видеть вчера просто было очень много впечатлений и я решила впечатление башни оставить на сегодня мы идем в музей Де Оранжери и в нем представлены картины импрессионистов и постимпрессионистов вообще в целом эту эпоху многие любят в истории искусств я в том числе очень много художников чьи картины мне нравятся и в целом импрессионисты очень конечно вдохновляют своей историей и я прочитала интересные факты что это раньше была просто оранжерея в которой росли апельсиновые деревья ну в общем такое как бы место я не знаю, можно было ли туда заходить всем в общем это была оранжерея и после Первой мировой войны ее перестроили под музей как раз чтобы разместить картины Мане с его известными кувшинками на самом деле Мане дружил с одним из министров который как раз приказал сделать музей из этого места и соответственно после этого открылся музей и интересно что они его реставрировали как раз так чтобы картины с кувшинками могли окружать зрителя и в общем ты мог погрузиться в картину как здесь невероятно красиво на камере ничего конечно не видно в общем Париж конечно фантастически красивый город я надеюсь что меня вообще слышно что я говорю Игорь идет там что-то изучает здесь такая потрясающая территория сады люди бегают очень конечно красиво а мы живем кстати здесь вообще неподалеку буквально 10 минут даже меньше мне кажется и мы здесь в общем сегодня я решила быть интеллигентной дамой поэтому look of the day такой здесь на самом деле глаза и они выглядят как знак с конечностью кивает я всегда в музею люблю заходить в магазины и недавно была на дискуссии как раз с маркетологом пушкинского музея в нашей Москве и они говорили о том как важно чтобы у музея был классный мерч классные какие-то элементы потому что покупатели всегда хотят захватить выставку с собой и для всех таких известных музеях в мире вот именно зона с шопом всегда очень развита и довольно мы снова на этой же локации в саду уже прошло несколько часов сходили в музей перекусили переоделись некрасиво свет падает не буду это записывать внутри музея есть еще отдельная выставка очень много похожих сюжетов очень много похожих сюжетов в музей мы дошли до башни вот она в отражении но погода испортилась ближайшее время пойдет дождь небо очень пасмурное мы здесь походили немного здесь почему-то все перекрыто не очень понятно то есть здесь вот все перекрыто башня тоже вся за стеклом скорее всего к ней можно подойти с другой стороны мы пока не разобрались но марсово марсово поле марсово поле она полностью закрыта то есть знаете вот эти фотографии с пикниками на траве с таким с такой зеленой травой где все лежат отдыхают в общем это сейчас все перекрыли видимо из-за музыкального какого-то фестиваля который будет проходить ближайшее время там идет стройка вот так погода нам конечно не совсем повезло всю неделю обещают дождь чуть-чуть у чону мы хотя бы успели погулять днем я мокрая насквозь на зубах скрипит песок ближайшие два часа дождь не прекратится это все тот же день мы приехали домой в отель переоделись помылись потому что мы были мокрые насквозь и сейчас идем искать какой-то перекус вот такой у нее образ мне просто хотелось что-то комфортное надеть зашли в какой-то дворик а здесь вот такой ресторанчик ресторанту и такое здание собаки бегают в общем прямое включение мы где-то час бродили по районам и не могли никуда сесть потому что но многие места просто закрыты какие-то нам не нравились но практически все закрыто то есть сейчас 8 вечера сегодня воскресенье видимо выходной и ничего не работает в итоге мы уже устали но свернули удачно на какую-то улицу и не решили есть выпить по коктейлю и заказали пиццу Игорь смеется что мы еще ни разу не ели ничего французского то есть пасту пиццу едим итальянскую еду на самом деле итальянская кухня моя самая любимая Ночь Ночью красивый город тоже Решили присесть попить кофе у фонтана Мы стоим в очереди в Лубер У нас были куплены билеты с тайм-слотом на 10.30 но даже с тайм-слотом здесь достаточно большая очередь но люди которые без билета я думаю они будут стоять здесь полдня потому что народу очень много Мы купили кстати специальный аудиогид не от самого Лувра а отдельный в интернете по таким самым знаковым работам картинам потому что как мы знаем Лувр огромный и все все равно не получится посмотреть Мы зашли в зал искусства ислама здесь кстати очень тихо не много людей но но про искусство ислама вообще мало где что рассказано но здесь есть что посмотреть Очередь Очередь чтобы посмотреть на Мону Лизу Очередь чтобы посмотреть на Мону Лизу и я потом сделаю рум туру но здесь если честно 15 квадратов особо не покажешь ничего у меня сегодня классный лук я прям довольна как получилось в общем такая юбка в пол и футболка и они классно сочетаются по оттенкам сейчас покажу наверное вот так видно нет не видно ну я думаю вы увидите в остальных кадрах а мы сейчас пришли в номер и поехать уже к башне потому что мы уже третий день здесь ну вчера мы ее увидели конечно но попали под ливень я хочу теперь ее увидеть в нормальную погоду сделать фотографии погулять по этому району в целом познакомиться с этой частью города потому что вчера конечно после ливня мы ну естественно там особо ничего не увидели не знаю правда что мне надеть сейчас буду думать хотела показать что мы купили в Лувре вот такой классный журнал с фотографиями здесь прям классные кадры город города людей я думаю положу его возле дивана знаете такой тейблбук красиво выглядит стоило всего 14 евро кстати в Москве наверное такие бы журналы стоили уже миллион денег еще купила себе классный такой блокнот буду в него записывать свои мысли у меня есть один он уже заканчивается как раз будет повод начать новый вот такое лобби у нашего отеля достаточно милая здесь какие-то кменинги и и и и